Доброе утро, уважаемые зрители! В эфире наша традиционная утренняя программа. Сегодня 15 октября, Международный день Белой Трости. Знаете ли вы, дорогие друзья, кому посвящен этот праздник? Об этом мы спросили и прохожих на улице Екатеринбурга. Давайте посмотрим наш традиционный опрос. 15 октября отмечается Международный день Белой Трости. Как вы полагаете, что это за праздник? Кому и чему он посвящен? Вот это точно не знаю. Точно, абсолютно. А кто с тростью ходит? С тростью? Чарли Чаплин, насколько я помню. Инвалиды. Например, какие? Ноги, как правило. Спина. Я по праздникам слаб очень. И по именам. Ну вот, если бы вам сказали День Белой Трости, о чем бы вы подумали? Кто носит трость? Ну, какой-нибудь такой солидный человек. 15 октября отмечается Международный день Белой Трости. Как вы полагаете, что это за праздник? Кому и чему он посвящен? Нет, мы не знаем. Нет, нет, нет. Подумайте, а кто с тростью ходит? Нет. Может, какой-нибудь патриарх? Монахи, не знаю. Кто-нибудь такой должен быть. Я не знаю. Ну, подсказываю, да, группа поддержки Международный день слепых. Но, каясь, я не знал. 15 октября отмечается Международный день Белой Трости. Как вы полагаете, что это за праздник? Кому и чему он посвящен? Я не знаю. Кто, по-вашему, ходит с тростью? Патриарх, скорее всего. Или кто-либо из них. А что вынуждает человека взять трость? Проблемы с ногами и опору двигательной системы. Первый раз слышал об этом празднике, если честно. Делать трости, даже предположить боюсь. Не знаю. Что может заставить человека взять трость? Ну, недуг, скорее всего, какой-то. Если это не ноги, то что? Ну, не дай бог, проблемы с позвоночником. 15 октября, день рождения, Боже, я не помню праздника. Мы ни про какую трость не знаем. Про трость вообще не знаем. Это не наше дело. 15 октября отмечаем Международный день Белой Трости. Как вы полагаете, что это за праздник? Не представляю. А кому обычно нужна трость? Старым, пожилым людям, хромым коллегам. А если у человека с ногами все в порядке, но ходит с тростью, почему он это делает? Не знаю. Нравится ему. Элита. Что за праздник такой, Белая Трость? Кому и чему он посвящен? Наверное, трости. Да нет. Я не знаю. Хорошо, скажу так. Каким людям? Которые ее носят. А что может заставить человека взять в руки трость? Ну, наверное, он притранывает. Смотря какого. Да, вот если человек пожилой, то да. Состояние здоровья. Ну, а у кого-то это просто стиль такой в одежде, то есть такой атрибут. Может, Белая Трость это у какого-нибудь из сана священнослужителей есть такая трость? Вроде нет. Вроде у Метрополита есть такая трость, нет? А что может заставить человека взять в руки трость? Трость, ну, это... Ну, если черно-белый... Это смотря какой период времени раньше трость, это показатель солидности был и статуса. Ну, а сейчас это уже более пожилые люди. Да, это инвалидность, либо... Да, пожилые люди носят. Инвалидность с чем связана? С ногами. Или... Может, зрение плохое. Слепые, может, это День слепых? Спасибо всем нашим респондентам. Скажем честно, вопрос не из легких, но правильный ответ все-таки прозвучал. Да, 15 октября отмечается Международный День слепых, День Белой Трости. А почему он называется именно так, давайте разбираться. Для этого приведу фрагменты из статьи Лили Миллер, которую я нашла на портале милосердия.ру. Однажды, в 1921 году, в Англии молодой человек, потерявший зрение, прогуливался по городу. Его рука сжимала темную трость, которой он ощупывал дорогу. Никто из прохожих и водителей не замечал слепоты юноши и потому не приходил на помощь при переходе улиц и не уступал дороге. Внезапно молодого человека озарила мысль, заставившая его улыбнуться. На следующий день он вышел на улицу с тростью, выкрашенной его друзьями в белый цвет. С этого дня горожане замечали его и всегда приходили на помощь. Прошло время, его идеей последовали другие незрячие люди. А в 1930 году одна парижская аристократка организовала движение за внедрение белой трости во всей Франции. Так белая трость стала символом незрячего человека. Официально Международный день белой трости установлен 15 октября 1969 года по инициативе Международной Федерации Слепых. А с 1987 года он отмечается и в России. Вот такая история у этого праздника. Есть в календаре памятные дни, которые нужны не для празднований, а для того, чтобы обратить внимание общества, то есть нас с вами, на проблемы, которые мы обычно не замечаем. В пример могу привести Всемирный день гемофилии, Всемирный день борьбы против диабета, Всемирный день борьбы с туберкулезом или Международный день глухих. Такие дни очень важны для всех нас, вне зависимости от состояния нашего здоровья на данный момент. Они становятся информационным поводом, возможностью рассказать о проблемах людей, несущих особый крест, и призывом к нам хоть иногда подставлять таким людям своё плечо и с пониманием относиться к сложностям, которые они испытывают. А для того, чтобы наше дружеское плечо и предложенная помощь принесли слепому человеку только пользу и положительные эмоции, необходима определённая подготовка. Об этом позаботился портал милосердия.ру. Далее в нашей программе предлагаю вашему вниманию видеоинструкцию, рассказывающую о том, как общаться с незрячим человеком. Не стесняйтесь предложить незрячему помощь. Дотроньтесь до руки и спросите, вам помочь? Не кричите, ведь незрячий не глухой. Если вашу помощь приняли, попросите человека взять вас под руку и идите на полшага вперёд. Не нужно хватать его за руку и тащить за собой. Предупреждайте незрячего о препятствиях, ступенях, лужах или ямах. Описывайте обстановку вокруг настолько конкретно, насколько это возможно. При спуске или подъёме по ступенькам введите незрячего перпендикулярно к ним. Не усаживайте инвалида по зрению, подталкивая его к сидению. Предложите сесть, а затем положите его руку на спинку стула или подлокотник. Пусть вас не обманывает то, что незрячий может носить очки. Это облегчает ему ориентацию, но и в очках он нуждается в помощи зрячим. Если вы знакомите незрячего с незнакомым предметом, не водите по поверхности его рукой, а дайте ему возможность самому свободно подрогать предмет. За столом надо обеспечить безопасное место, чтобы незрячий человек при тесноте не опрокинул чайник с кипятком, посуду, блюдо с угощением или вазу с цветами. Если вы обедаете вместе с незрячим, рассказывайте ему о том, какую приносят пищу и как располагают на столе и на тарелке. Это поможет ему самому найти нужное блюдо. Также не следует ничего класть в тарелку незрячему человеку, не предупредив его о своем намерении. Дорогие друзья, для тех, кто к нам только что присоединился, вновь скажу, что сегодня отмечается День Белой Трости, Международный День Слепого Человека. Можем ли мы понять, с какими трудностями каждый день сталкивается незрячий человек? Как он представляет всё, что происходит вокруг него? Если вы когда-нибудь играли в жмурки, то знаете, каким непривычным, немного враждебным становится мир, который вы не можете увидеть. Но вы знаете, какой это мир. Вы его видели раньше. Каким может представляться мир ребёнку, играющему в жмурки с рождения? Об этом расскажет ещё один сюжет портала «Милосердие.ру». Пакет – это такса, коричья. Она коричневого цвета. У неё длинные уши. Хвост у неё, как у крысы. Папа красивый и толстый. И кот красивый. У неё розовые пятна. Он похож на лицо. А багет похож на колбасу. Цветы красивые и душистые. Они хорошо пахнут. На них смотреть приятно. Тут две квадратные двери. Звонок, выключатель, ключи, розетки, батареи, колонки. Телевизор, томат, плитва, стул, включатель. Мы сейчас на кухне. На кухне бабуля и папа. Папа готовит еду. А багет играет санкцион. В этой комнате четыре лампочки. И ни одна сейчас не горит. Деревят и потому, что свет идёт в солнце. Снезатылка в стене. Тут две шельшины. Розовая G, а марка голубая. Солнце – это такой большой шар. И у него есть палочки. Это такие лучики. И оно горячее. А почему горячее, я не знаю. И тут деревья. Дерево – это кадринная колбаса. Сейчас справа дом. Но слева бабулин дом. А это машина. На ней можно покататься. Гуси, они щипаются. Они рыжего цвета. Бандюшки розовые. Кольца синие. Утки красные. А фазаны голубые. Сейчас они заболеют. Это такой большой забор квадратный. Это впереди наш дом. Он похож на квадрат. Ну, и хутором такие. Стены кривые. И на них окон нет. Звезды похожи на человека. У нее две лучики. Две ножки. И одна такая голова. Но у нее две таких палочки. На деньгах нарисована звезда. И там у звезды такие палочки. Две стороны. Две вниз. И одна вилла. А человек, когда отражается в воде, он меняет цвет. На этом наша программа подошла к концу. Далее в эфире телеканала «Союз» вас ждет еще много важного и интересного. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok